Одним из серьезных направлений МВД остается противодействие незаконному обороту наркотиков. Об основных аспектах деятельности в работе профильного подразделения полиции в регионе в интервью с официальным представителем МВД Байзетом Гомлешко расскажет временно исполняющая обязанности начальника ОНК подполковник полиции Елена Авражко. Елена Александровна, день добрый. Здравствуйте. В целом, как вы смотрите на эту ситуацию по республике, как эта ситуация оценивается? Ситуация по региону непростая. Еженедельно практически пресекается одно-два преступления. В основном это тяжкие, особо тяжкие преступления, связанные со сбытом наркотиков. В прошлом году у нас изъято 44,5 килограмма наркотических средств. Что преобладает растительного либо синтетического происхождения? Согласно анализу, проведенного за 2022 год, 95% составляет изъятие наркотических средств синтетического происхождения. Для такого маленького субъекта это очень много. Кто больше употребляет наркотики? Мужчины, женщины? И по возрасту? И если какой-то статус можно определить? Вот этот вопрос хотел бы задать. Если рассматривать по половому признаку, больше, конечно, преобладает мужское население нашего региона. Если оценивать по возрастному признаку, то это от 25 и до 45 лет. А больше молодых людей стало сбывать либо выступать в роли закладчиков? Конечно, больше. За счет того, что, наверное, молодые люди пользуются активной сетью интернет и наркозбытчики, скажем так, организаторы, точнее, сбыта, очень часто привлекают в преступную деятельность именно людей с использованием различных мессенджеров. Каждый закладчик, организаторам сбыта, наверное, воспринимается как расходный материал. Ну, задержат одного, на его место придет другой. И так происходит по кругу. У вас две плоскости работы, насколько я понимаю, это оперативная, где перекрываете канал поступления наркотиков в регион. Вторая сфера – это открытая такая большая работа. Это профилактика. Все-таки здесь что проводится, что делается. Мы работаем с администрацией, мы работаем с образовательными учреждениями республики. Мы, конечно, акцентировали свою работу больше на работу с подрастающим поколением. Учащимся в школах, учащимся в вузах, сотрудники проводят лекции в школах, в колледжах, в высших учебных заведениях. Работаем на постоянной основе. В ходе сегодняшнего разговора все-таки уместно, наверное, вспомнить наиболее резонансный какой-то факт изъятия наркотиков. Возможно, можно также тут привести пример какого-то резонансного уголовного дела, которое проходит по вашей линии. В 2022 году во взаимодействии с ГУНК МВД «Россия» нами был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате прошлых был пресечен канал поставки наркотических средств синтетического происхождения из Украины на территорию Российской Федерации. Также к нам в регион было изъято синтетических наркотиков около 45 килограмм. Стоит ли ограничивать детей в части присутствия их в этой открытой сети? Ну, наверное, проверять мобильное устройство, компьютер своего ребенка, объяснять, разговаривать с ним, что такое хорошо, что такое плохо. Любой человек начинает употреблять наркотики, у него меняется поведение, затруднена речь, это расширенные зрачки, то есть на это нужно обращать внимание. Вы все-таки открыли свой канал поступления информации. Это телефон, на который можно не только сообщить, но и при необходимости присылать фото-видео. Мы хотим построить нашу работу таким образом, чтобы в доступности каждого жителя нашей республики был номер телефона, на который он может обратиться, обладая информацией либо о месте возможного тайника с наркотическим средством, либо если нашим гражданам известны люди, которые, возможно, причастны к сбыту. Для этого к данному номеру мы привязали месседжеры WhatsApp и Telegram, чтобы гарантировать им полную анонимность. В этой сфере, Елена Александровна, вы работаете длительное время, опыт, но более чем, чтобы даже дать какой-то главный совет. Не вступать, наверное, на неправильно выбранный жизненный путь, потому что любое преступное деяние, которое по нашему законодательству на территории Российской Федерации запрещено, оно будет наказано. Это просто дело времени.